Нам цветы новые ставить некуда. В смысле некуда? Это что это, мы с ассортиментом что ли переборщили? Ну значит надо подсократить. Вот эти вот гвоздички сейчас хопа, минус. И вот эти вот дешевые розочки тоже минус. Хоть и продаем их охапками, но заработок на каждой копейки. Освободим место для более выгодного товара. А почему вы решили, что другой товар будет выгоднее? А потому что 2,2 складывать умею. На дешевых цветах я имею по 30 рублей с цветка. А на дорогих и пару сотен срубить можно. Вот и вся математика. Какой хитрый человек. На каких цветах прибыль больше, те и оставлю. То, о чем вы сейчас говорите, это еще не прибыль. Это просто торговая наценка. То есть разница между закупочной и розничной ценами. Ну да, купил за 2 рубля, продал за 3. Прибыль, рубль, разве не так? Неаааааа! Прибыль это разница между ценой реализации и полной себестоимостью вашего товара. А полная себестоимость складывается из прямых и косвенных затрат. Начнем, пожалуй, с прямых. Во-первых, это сырье и материалы. В вашем случае это цветы, которые вы покупаете. Причем обязательно с учетом потерь. То есть, а вот какую часть цветов вы не успеваете продать до того, как они завянут? Смотря какие. Есть местные дешевые гвоздички. Стоят долго. Как пластмассовые. От них потерь вообще никаких. Все в продажу идет. Ну ты даешь. А вот пионы дорогие. Там да, процентов 20 выбрасываю. Если не больше. Ну вот, чтобы продать 10 гвоздик, вам нужно купить 10 гвоздик. А чтобы продать 10 пионов, вам нужно уже купить 12. То есть к их закупочной цене нужно добавить 20%. Ну и что? Все равно пионы выгоднее. Не торопитесь. Идем дальше. Транспортные расходы. Гвоздики местные, вы говорите? Гвоздики-то? Вон, на соседней базе беру. А за пионами в соседнюю область мотаюсь. Ты спятил? Блин. А про доставку я и не подумал как-то. Как говорится, за морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Ну вот, с прямыми затратами разобрались. Теперь посмотрим на косвенные. И в чем разница прямые, косвенные? Сейчас узнаешь. Прямые затраты это те, которые непосредственно относятся к себестоимости конкретной продукции. В вашем простейшем случае это закупочная цена с учетом доставки. А косвенные это все остальные ваши общие затраты, которые еще нужно рассмотреть. И определенным образом распределить по вашим товарам. Ну а что на них смотреть? Аренда, электричество, зарплат с налогами. Остальное копейки. Например, возьмем электричество. Я так понимаю, в основном энергию потребляют ваши холодильники. Так ведь? А куда же без них? Без холодильной камеры я бы не 20%, а половину пионов в мусорку отправлял. Вот-вот. А гвоздички с дешевыми розочками, я смотрю, у вас просто так на полу стоят. Ну а что им будет? Или ты о том, что расходы на холодильники тоже нужно в основном на пионы повесить? Ты не понял ничего? Да, выходит, что так. И большую часть электроэнергии, и амортизацию холодильного оборудования. Ну или хотя бы расходы на его обслуживание и ремонт, если термин амортизация вам ни о чем не говорит. Ладно, допустим. Я так понимаю, аренду тоже можно примерно разделить, да? Ну, например, пропорционально занимаемые разными товарами площади, так? А вот с зарплатой, как быть, она куда больше уходит? На гвоздики или на пионы? Есть разные подходы к разнесению косвенных затрат. В каждом случае свои. Иногда распределяют пропорционально выручки, а иногда по каким-то другим параметрам. А вот вам я бы посоветовал присмотреться к трудоемкости. Вот скажите, когда покупатели приходят за гвоздиками или пионами, времени у продавца уходит одинаковое количество? Шутер что ли? Давайте просто реально посмотрим на вещи. Ну, когда за гвоздиками приходят, хватают сколько нужно, расплатились и убежали. А когда покупатели дорогие и пионы выбирают, тут целая история. Всю кипу перетрясут, каждый придирчиво рассмотрит, а потом еще полчаса мозг будут выносить, чтобы перевязали, упаковали. Целая очередь собирается к этому моменту. Я поэтому хочу еще одного продавца по вечерам ставить. Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос. Можно понаблюдать за процессом и примерно оценить, какая доля трудозатрат вашего персонала связана с каждым из ваших товаров. И соответственно распределить расходы по оплате труда на все эти товары. Так что же получается? Вроде и прибыль, ой, наценка на пионы больше. Но если посчитать все как следует, то и не факт, что я на них больше зарабатываю. В бизнесе нельзя эффективно управлять тем, чего вы не можете измерить. В вашем случае действительно стоит посчитать полную себестоимость всех ваших товаров. И только потом, с учетом объемов их продаж и требований к минимальному ассортименту, решать от каких товаров вам нужно избавляться. А какие на самом деле приносят вам прибыль? Вот так вот. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube канал Справочное бюро предпринимателя. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok